Итак, тема проповеди будет называться «Три позитивных ответа». Три позитивных ответа способны изменить жизнь человека навсегда. Ответ от Бога, когда мы получаем, мы радостные, мы счастливые. Конечно, Божье Слово призывает нас верить, когда мы просим, что мы уже получили. Просто оно в пути, и я его еще не вижу физически. Ангел пришел к Марии и сказал, «Зачнешь». В очреве родишь святое, и он будет таким. Ей нужно было поверить, чтобы принять. Просто сказать, я согласна. И она сказала, да будет тебе по слову твоему. Я согласна. Сразу же не было. То есть все равно надо было ждать какое-то время. Матфея 7 глава, 7 стих. Такие две семерочки. Это нам такой, как бы, подарок от Господа. «Просите, и да, она будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Представляете, он обращается к группе людей. Да, возможно, это была очень узкая группа людей. Знаете, я специально посмотрел, кому Иисус обращался. Бывало, что он обращался к народу. Бывало, он обращался к ученикам. Бывало, он обращался к какому-то личному человеку. Бывало, он обращался к фарисеям и законникам. Бывало, что он обращался к целому городу. Но здесь я решил посмотреть, кому же он это говорит. И знаете, интересно, в 5 главе она названа Нагорной проповедью. Потому что эта проповедь была на горе. Написано, что увидев Иисус, увидев народ, увидев народ, взошел на гору. Знаете, бывают разные горки. Бывают пригорки. В виде стула ты залез, и все. Но бывают горы. Горы, преодолеть гору, это уже проблема, это сложность. Ты считаешь, сколько у меня по времени пойдет, чтобы мне залезть на гору. Но представьте, вот Господь видит народ и демонстративно уходит на гору, поднимается на гору. И написано так, интересно, в 5 главе. И приступили к нему ученики его. Народ так и остался. Приступили только те, кто жаждал. Приступили только те, кому было интересно. Те, которые действительно хотели получить ответ. И кто это были? Это были ученики. Это логично. Потому что они были с Иисусом всегда. Они должны были от Иисуса учиться. И вы знаете, Иисус, он ученикам открывал секреты. Народу он говорил в притчах. Почему? Потому что он их таким образом заинтересовывал. Когда ты человеку разжуешь, и все истины расскажешь, а он-то и так-то не особо, знаете, интересуется, он и так-то ленится, а ты ему еще и на блюде. Представьте, человек даже не проявил никакого интереса, а ты ему все стайны вываливаешь. Так не работает. Такой человек никогда не будет ценить ни малейшего откровения. То есть должно спровоцировано быть наш интерес. И мы из народа должны перейти в учеников. Более узкий круг. И даже в более узком кругу всегда найдется еще уже круг, которые захотят быть ближе к Иисусу. Народ не пошел за Иисусом. Написано, когда Иисус сел. Почему? Потому что устал. На гору поднимись. Тут дети с санками на гору три раза взошли, уже все. Уже сил нету. Скатываться-то легко. А вот подниматься-то сложно. Дальше, в восьмом стихе. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Представляете, Иисус говорит, «Да, на твою нужду уже заранее». Заранее. Представляешь, ты можешь просто доверять Господу и полностью опираться на Его Слово, что прежде твоей молитвы ты получил ответ «Да». Ты получил позитивный ответ. Ты не получил там, «Ну, посмотрим, ну, может быть, ну, посмотрим на твое поведение». Тут говорится, что действительно, ты получаешь ответ «Да». Вопрос такой. Тогда почему так много верующих просят и ничего не получают? И вы знаете, мы должны быть исследователями. Мы должны вести расследование. И иногда, когда в нашей жизни что-то не сработало, нам не нужно это оставлять просто так. Нам нужно понять, по какой причине я молился, но ответ не пришел. Апостол Иаков пишет, «Вы не получаете, потому что не просите». А дальше говорит, «Вы просите и не получаете, потому что вы просите не на добро, а для того, чтобы употребить для ваших вожделений». Захотелось человеку. Понимаете? Вот он сидит, ему захотелось. Так тоже не работает. Поэтому, когда мы ходим с Богом, мы пребываем в Боге, у нас приходят добрые намерения, добрые желания, и Бог их восполняет. Мы видим, здесь Иисус говорит, что есть воздаяние. У каждого верующего человека, у каждого человека веры есть воздаяние. Вот какая радость в жизни христианина, что он не просто так верит, он видит ответы в своей жизни. И ответ в жизни человека от Бога, он делает Бога реальным в жизни человека. Послушайте, когда вы молитесь, и вы не получаете, вы не видите ответа, вы еще стараетесь, напрягаетесь, но я еще немножечко все равно буду верить, но у вас ваша вера становится слабой, потому что вы не видите реальности проявления. Но когда приходят ответы, посмотрите, Иисус постоянно имел ответ «да». Посмотрите, где в Библии, где бы вы видели, что и у Иисуса проблема была с ответом. У него всегда был позитив, всегда, даже если у человека была самая безнадежная ситуация, как, например, у Лазаря. Ну, самая безнадега была. Он четыре дня во гробе, а это означает, что душа уже давно отделилась от тела, и по-медицински такой человек никогда не может быть воскрешен, потому что и тело сгнило, возвращаться некуда. Но для Иисуса это не проблема. Он есть наша жизнь. И Он произнес слово «Лазаря жил». Иисус сказал «Я знал, Отец, что ты всегда ответишь Мне». Почему? Потому что Он находился в воле Божьей. Мы хотим видеть ответы от Бога, живя с другим господином. Так Бог не играет. Вот если ты пришел к Нему, с Ним и оставайся. А не так, что ты живешь отдельно от Бога, а когда тебе нужда, ты знаешь, куда бежать. Ты знаешь правильный адрес. Я заметил, что когда в жизни проблемы, в жизни человека, то он более стремится к Богу, чем когда у человека все в порядке. С такими даже людьми бывает сложно разговаривать. Ты аж напрягаешься, что в его жизни все в порядке. Либо хорошо маскируется, либо один на миллиард. Мы видим, что Господь здесь, Иисус говорит, что воздаяние идет за активность. Просите. Это значит, активная моя вера. Я верю, что Бог может дать. Но когда в этот момент я начинаю просить, я говорю, Господь, дай мне вот это. Я проявляю активную веру. Я начинаю употреблять. Я говорю, Господь, я тебе верю. Я тебе доверяю. И я верю, что ты дашь. И написано, человек получает. Тебе сказано, Слово Божие говорит, ищите и найдете. Знаете, многие люди не то ищут. Они начинают не с того. Поэтому Господу будет труднее и труднее тебе отвечать, потому что твои желания, плотские желания заводят не туда тебя, и Он не может тебе отвечать на твои плотские желания, потому что ты еще дальше не туда зайдешь. Вот почему важно, когда Иисус призвал своих учеников, Он им никаких заданий особых важных не давал. Он просто призвал, чтобы они были с Ним, чтобы они учились от Него. Он только такие мелкие, там, идите принесите, идите отвяжите, идите там то сделайте, и то, и другое, и третье. И просто их задача была просто находиться с Иисусом, чтобы видеть, как Он живет. День и ночь, день и ночь, утро и вечер. Вот когда ты живешь так же, то для тебя вообще не существует слова «нет». Такого никогда не будет, что ты пришел, попросил у Бога и получил «нет». Ты просто будешь внутри знать, что неприятно Богу, и уж этого ты точно просить не будешь. Ты никогда не поступишь, как поступил Каин от проклятой земли, которую Бог проклял, Каин принес подарок Богу. Ну кто ходит в унитаз за подарком? Кто? Ну никто этого не делает. Нормальный человек никогда этого не сделает. Нормальный верующий никогда так не поступит. Порядочный верующий, который уважает Бога, он никогда не будет поступать по плоти. Почему? Потому что Дух Святой внутри него живет, и он открывает, что нравится Богу, А что, не нравится? Или мы думаем, что Богу все нравится? Да нет. У него есть тоже вкусы. Ему не нравятся некоторые вещи. И поэтому, если они есть в нашей жизни, смотрите, Иосиф сидел в тюрьме около 17 лет, прежде, чем он стал премьер-министром, старым по фараону. У него был сложный период. Он там, да, жил хорошо в доме Патифара, потом произошла проблема, он попал в тюрьму, не по своей воле, он ничего плохого не сделал. Но что-то было, что мешало ему, и от этого нужно было избавиться. И тогда Бог может тебя благословлять. Есть моменты, когда мы приходим пред Бога, очень, знаете, непослушные. Нам Бог это сказал, то сказал. Мы его ни в чем не слушали. Мы его игнорировали. Мы грешим. И потом мы приходим и Богу говорим, дай мне. Подождите. Где отношения? Отношений нету. И есть слово дай. Так вот, Иисус, Он говорит перед этим, Он две целых главы говорит, пятую, шестую, седьмую, прежде, чем нам просить и получать. Он говорит, что не осуждайте, не ищите сучок в глазе брата о своем бревна не замечая. Он многие вещи говорил. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы с вами поступали. То есть, Он много сказал перед тем, как вам, мне попросить у Бога любую-любую нужду, любой вопрос. И так мы видим, что воздаяние приходит за активность. Есть пассивные верующие, не просят, не ищут и не стучат. У них нету вот этих трех уровней молитвы, нету в жизни. Поэтому они остаются, соответственно, ни с чем. С разочарованием. И поэтому у них приходит старый образ жизни. А старый образ жизни, это старое мышление. Приходят, и они говорят, если сам о себе не позаботишься, уж никто обо мне точно не позаботится. Почему так они говорят? Потому что они непослушные дети в доме Отца. Вот и все. Отец не такой уж плохой наш, небесный. Он самый лучший. И Он знает точно, в чем у нас есть нужда. Прежде нашего прошения. Представляете, Он нас просит, нам Иисус говорит, что открывайте свои желания, просите, и дано будет вам. Просите, ибо всякий просящий получает. И представляете, прежде нашего прошения, Отец уже знает, в чем мы имеем нужду. Но все равно Иисус говорит, что нам нужно просить, проявлять активность, проявлять веру. Вера для чего дана? Для того, чтобы пользоваться ею. Вера – это канал, это туннель, по которому чудеса двигаются в твоей жизни. Представь, если ты человек, ты научился для себя добывать, то ты и для других будешь добывать. Если ты не можешь сам с собой справиться, у тебя тупики, ты с Богом, у тебя плохие отношения, то как ты и для другого будешь что-то получать? Вот почему Иисус не посылал учеников проповедовать, изгонять бесов сразу же в первый день. Прошло сколько-то времени, длительное время. Прежде они должны были научиться, они должны были войти в отношения с Богом. Помните, что ученики подошли к Иисусу и сказали, Рави, научи нас молиться. Научи нас молиться. То есть, можно молиться неправильно. Но когда Иисус молился, то у Него все работало. Чудеса были. Что, фарисеи не молились? Может быть, еще больше, чем ученики молились? Но их молитвы никогда не были отвечены. Потому что в сердце грех, грязь и так далее. Ибо всякий просящий получает. Неужели Иисус обманывает? Неужели, когда верующие говорят, да я столько раз просил, я ничего не получил, я не верю. Послушай, у тебя с самого начала были сомнения. Ты просил, даже не веря, что Бог есть, может быть, что Он тебе может это дать. или ты скромничал, ты не верил, что Бог может дать тебе полноценность. Ты хотя бы, говоришь, мне хотя бы хоть крошечку, хоть крошечку. Даже женщина в Старом Завете, в Новом Завете, которая не являлась иудейкой, была язычница, она даже крошку попросила. Ей крошки было достаточно, чтобы чудо произошло с ее дочерью. Но мы-то дети, неужели мы приходим и говорим, родители, дайте нам хоть крошечку на завтрак поесть. Это представь, какое должно быть восприятие быть родителей, чтобы попросить крошечку. Какое искажение должно быть. Когда, хоть какой родитель бы злой не был, когда он своим детям даст крошечку. На тебе крошечку и тебе на крошечку. Ты себя плохо вел, ты пол крошечки получаешь, а ты вообще не получаешь. Даже крошечки. Такого никогда нету. Понимаете, нам вначале надо исцелиться в разуме. Правильно воспринимать нашего Отца Небесного. И когда мы будем приходить к Нему с верою, мы будем получать, потому что так Иисус сказал. И у вас есть юридическое право отстаивать. Господь, ты сказал, просите, и дано будет вам. И я верю, что ты дашь мне это. если это не что-то плохое, если это нормально соответствует Божьему Слову, тебе нужно иногда задержаться в твоей молитве, в ожидании. Вот, например, Вартимей, он просил и получил. Он просил и получил. Не только зрение, он получил новую жизнь, потому что он скинул накидку нищего. И он пошел за Иисусом по дороге. Он увидел. Он увидел Иисуса. Он увидел все, как в реальности обстоят дела. Он раньше этого не видел. Он был ограничен. Но Иисус исцелил его. Восстановил, изменил его жизнь. И он последовал за Иисусом по дороге. Но если бы он не просил, получил бы он исцеление? Нет. Почему? Потому что Иисус прошел мимо. Ничего не делал, не сделал для него. Сам, царь царей, Иисус пришел специально, чтобы исцелять, воскрешать. И он прошел мимо. Иисус, как ты мог, можно так сказать. Иисус, как ты мог? Ты что, не видел? Что у него, у слепого нужда? Он же нищий. Он же просит. Тем более, он слепой. Иисус, где сострадание? Послушайте, не надо так подходить к этому вопросу. Господь специально может не дать тебе чудо, потому что он не разбрасывается. Он сказал, просите. Ведь когда в Артемии стал просить, Иисус же не отказал ему. Иисус неплохой, Иисус хороший. Но у нас должно быть проявление, что ожидает от нас Бог. Он ожидает от нас веру. Ибо приходящий к Богу, Евреям 11,6, должен веровать, что он есть. И ищущим его, воздает. А без веры угодить Богу невозможно. А без веры Богу угодить невозможно. Если бы у Артемии не было бы веры, он бы так вот сидел бы, просто слеза потекла бы из этого глаза, из этого глаза. Он бы сказал, я так и знал. Все люди плюют на меня. Все против меня. Даже Иисус прошел мимо. И даже я Ему даже не нужен. Он бы мог так вот, понимаете, войти в депрессию, войти в уныние. Вот. И почему я такой слепой родился? И почему я такой кривой косой? И больной, и отсталый? Но он не стал унывать. Он проявил веру. И он стал кричать, Иисус! Так кричал. Попробуй, Иисус, не остановись. Такая вера просто Иисуса разворачивает. Конкретно. И он говорит, откуда? Откуда сигнал? Я точно должен идти туда. И он говорит, подзовите его ко мне. Его привели. Написано, он скинулся в верхнюю одежду. Верхняя одежда позволяла ему просить, как нищему, как будто официально документ, что он может просить. И он отказался от этого. И он подошел к Иисусу. И даже этого недостаточно. Иисус спрашивает, чего ты хочешь? Он смотрит на слепого. Он смотрит на нищего. И ждет. А какой вопрос он? Как он ответит? Вот что в сердце человека? Вот здесь мы допускаем ошибку. Мы говорим, дай денег. Мы неправильно. Мы неправильно отвечаем. Поэтому Богу сложно дальше тебя благословлять. Потому что если Он тебя будет благословлять возле свиного корыта, ты никогда, ты будешь преуспевающей свиней. Извините за выражение. А ты хочешь таким быть? Ты сын. Чуть ли не царя. Я не знаю, в каких семьях раздают перстни. Я был в семье, где перстни не раздавали. Если этому блудному сыну отец дал перстень, дорогую одежду, лучшую одежду, закололи быка, то это какая-то очень богатая, влиятельная семья была. Это был очень влиятельный человек. Но написано, что этот сын, который ушел из дома, взмунтовавшись, он оказался среди свиней. Среди свиней, позор-то какой. Уходил красиво. А вот что там дальше произошло с ним, он бы не хотел афишировать. Но Библия рассказала, что он стал бомжарой и завидовал свиньям. Это насколько нужно пасть ниже плинтуса. Вот я смотрю ниже плинтуса, и я уже не знаю, ну а куда ниже-то? Он был ниже плинтуса, потому что он не то, что завидовал боссу, дядьке Пузатому, сигарой во рту, который раздавал там ЦУ. Он завидовал свиньям, животным завидовал. Он мечтал есть то, что едят свиньи, и никто не давал ему. И еще был приказ не давать ему. И он причем работал. Если бы не смерть, то он бы никогда не пришел к Отцу домой-обратно. Никогда. Мы думаем, Бог, почему такие проблемы в моей жизни? Я уже устал. Если у тебя не будет проблем, ты не представляешь, каким ты человеком станешь. Ты в общем плохим можешь стать человеком. И Бог, Он знает, кому сколько процентуально выдать проблем. Этому надо было дать проблем по полной программе, чтобы он уже дошел до ручки, до смерти. И написано, Он сказал сам себе, я, сын, умираю от голода. Он понял, он говорит, я умираю от голода. Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему, я согрешил. Послушайте, если бы Бог, если бы Он начал молиться возле свиного корыта и говорить, Бог, благослови меня здесь, что делают многие верующие. Бог говорит, послушай, я не могу на такие молитвы отвечать. География твоя неправильная. Геолокация, она неправильная. Если я тебе хоть здесь, хоть маленький ответик дам, то ты здесь и останешься. Ты просто будешь с еще одной свиньей свинарники. Ты просто останешь успешной толстой свиньей. Толще, чем другие свиньи. Тут он умирал от голода. Скорее всего, скелет был такой в обносках. Вообще страшно было бы смотреть на него. И Бог говорит, я не могу. Он, правда, это не слышал. Я не могу отвечать на такие молитвы. Бог тебя не может часто благословить там, где ты находишься. Ты окружил себя какими-то проблемами, какими-то заборами, какой-то депрессией. Я не знаю, чем. Ты говоришь, Бог, Бог, помоги мне. Помоги мне. Бог говорит, ты встань и выйди отсюда. Это не я не могу тебя здесь благословлять. Это неправильное место, где я тебя буду благословлять. Выйди отсюда, потому что там я для тебя имею благословение. Вы видели? И он написано встал и пошел. Дух Святой помог ему дойти этому кощею. Он шел, может быть, качался, может быть, садился, но он уже знал. Мой ответ у отца. Мой ответ у Бога. Мой ответ дома. И нет ничего лучше, чем дом. И вот тогда он увидел ответ. Ответ на его нужду превышал все его представления. Как он попросился? Он говорил, я приду в дом отца, и я скажу, возьми меня в наемники, возьми меня просто в рабочие. Я уже не достоин сыном называться. Я тебя уже давно похоронил, отец. Я уже все. Я просто хочу просто к тебе. Я знаю, что ты добрый. Возьмешь меня хотя бы на работу. Хотя бы. Я уже не хочу, даже не мечтаю уже восстановить сыновство. Хотя бы на работу меня возьми. Вот как многие думают. Хотя бы что-то маленькое бы получить от Бога. А почему у нас такое мышление? Потому что мы никогда не познали его. И поэтому мы Бога умоляем. Как будто он демон какой-то. И перед ним надо плясать и угождать. И если ты угодил, он такой говорит, да, дайте ему чуть-чуть, насыпьте. Нет, не так. Все было. Он пришел, а там был шок для него. Отец закатил праздник. И он вообще просто, он себя дискомфортно чувствовал. Он еще не отошел от свинства. Он же свиньей себя и чувствовал. И он так и поступил по-свински. И оказался со свиньями. Но Бог имел для него нечто лучшее. Нечто лучшее. Послушай, у тебя просто может быть неправильная молитва, и Бог не может на неправильную молитву отвечать. Ведь он же женщине, язычнице, не отвечал. Не отвечал. Просто игнорировал ее, и все. Она говорит, у меня дочь беснуется. Знаете, были причины, значит. Меньше колдовать надо. Меньше надо там, не знаю, чем заниматься. Последствия. Ты посмотри, как ты свою молодость провела. И что ты теперь хочешь? Поэтому верь. Верь. Ожидай от Господа. Прежде чем ты будешь что-то просить стучать. А пусть Господь тебе откроется, что Он добрый Отец. Он не просто какой-то там батя, который пришел домой нам. Кто? Где? Но Он добрый Отец. Веселый, радостный, благословенный, богатый, нормально. Все у Него в порядке, в экономике. Даже лучше, чем мы могли бы представить. Давайте мы не будем плотскими верующими думать, вот Бог жадный. Это бесы просто хитрые. Бесы забирают у людей благословение. Как только человек начинает сомневаться, благословение не приходит. Не приходит. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Ищите и найдете. Эти волхвы, мудрецы, искали Иисуса. Они же нашли Его. Они нашли Его. И ты найдешь. Ищи. И пастухи искали Иисуса. Тоже нашли Его. И ты ищи Иисуса. Вот если Закхей с маленьким росточком, ему никогда было не видно. Ниже пояса он может был. Всем. Или чуть выше. Но ему помогло дерево. Он залез. Он так хотел увидеть Иисуса, найти Его, что он подсматривал за Иисусом. И он нашел Его. Иисус говорит, Закхей, я тебя вижу. Вижу, вижу. Слезай, слезай. Слезай. Все. Я останавливаю. И Закхей, идем к тебе кушать. Кому сегодня идем кушать? Аминь. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены.